В Казанском федеральном университете стартовали вступительные испытания. До 25 числа мы принимаем документы по очень-очень заочной форме обучения на места в пределах бюджета Российской Федерации. И до 3 августа мы даем право подать оригинал документа об образовании и согласие на числение. Завершилась восьмая полевая олимпиада геологов в Альметьевске. Тепловой или солнечный? Как понять, что тебя ударили? В Татмедиа прошла пресс-конференция, посвященная 7-му международному фестивалю школьных учителей. Всем привет! В эфире универ-ньюса в студии Елизавета Никитина. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации представило рейтинг медийной активности вузов за июнь текущего года. В июньский медиарейтинг вошли 218 подведомственных министерств науки и высшего образования Российской Федерации вузов. Казанский федеральный университет занял в нем пятое место. В Казанском федеральном университете стартовали вступительные испытания. О том, какие экзамены уже прошли и когда ждать результатов, смотрите далее. В Казанском федеральном университете начался один из решающих этапов поступления для абитуриентов. С 15 по 25 июля проводятся вступительные испытания как для граждан Российской Федерации в рамках общего конкурса, так и для иностранных граждан в рамках отдельного конкурса. У абитуриентов есть возможность сдать экзамен лично, придя в нужную аудиторию вместе с общим потоком сдающих и в формате онлайн. 18 июля прошел один из важнейших экзаменов – русский язык. Для проведения испытаний было задействовано 6 аудиторий для всех категорий поступающих. Для льготной и квотной были выделены специалисты, которые в случае надобности осуществляли помощь будущим студентам. Приемное пространство сегодня кипит, будит, и вот эти темпы к концу приема потихонечку наращиваются, и абитуриенты уже начинают более активно посещать приемное пространство, потому что оригинал документов образования для зачисления все же нужно представить в ВУЗ. На сайте Казанского федерального университета расположены рейтинговые списки. На данный момент они не очень показательны, однако в ближайшее время начнут истинно выстраиваться. А уже к окончанию приема документов абитуриенты смогут увидеть полную информативную картину результатов и здраво оценить свой шанс для того, чтобы предоставить оригинал документов об образовании и согласии о зачислении в ВУЗ. До 25 числа мы принимаем документы по очно-очно-заочной форме обучения на места в пределах бюджета Российской Федерации. Затем льготная категория, так называемая нулевая волна, это квоты, льготы и целевая квота. Приказ по ним выйдет уже 30 июля. И до 3 августа мы даем право подать оригинал документов об образовании и согласие на зачисление для граждан, поступающих на общих основаниях в рамках общего конкурса. Прием документов от поступающих на обучение по результатам ЕГЭ, в том числе от поступающих без вступительных испытаний, заканчивается 25 июля в 18.00. А публикация рейтинговых списков произойдет на сайте Казанского федерального университета 27 июля. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюс. Завершилась восьмая полевая олимпиада геологов в Альмитевске. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Завершилась восьмая полевая олимпиада юных геологов в Альмитевске. Олимпиада проходила на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный» ПАО «Татнефть». В ней приняли участие 286 учащихся юных геологов из 31 команды Татарстана, команды города Кунгур, Пермского края, команды Республики Крым, Беларусь, Казахстана и Узбекистана. Работу, которую вы сегодня проводите, это огромное будущее потенциала нефтяной отрасли нашей страны. Всех я вас приветствую. Хорошей вам олимпиады. Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов проводится ежегодно. Первая олимпиада прошла в 2014 году на базе Заречья и была инициирована президентом Республики Татарстан Рустамом Менихановым. Эти олимпиады для ребят важны. И для нас они важны. Потому что наша глобальная цель – это, конечно, поиск талантов. Это поиск и работа с одаренными ребятами, инициативными ребятами. Для ребят это является возможностью не только узнать что-то новое, но и в последующем, в будущем получить актуальную, востребованную профессию, найти себя в жизни, ну и построить, конечно, успешную карьеру. Организаторами восьмой полевой олимпиады выступили Министерство образования и науки Республики Татнефть и Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Победителями данной олимпиады стали ребята из Нижнекамска, команда «Азурит». Очень тяжелый. Прям путь к нему, наверное, тяжелый был. Да, очень много месяцев подготовки, даже годы бывали. Вы счастливы? Очень. Напомним, что Казанский университет не впервые проводит подобные мероприятия для работы с будущими абитуриентами. Амир Ахтямов, Фарид Захид Аглы, Универньюз. Лето – сезон долгожданных отпусков. Люди толпами теснятся на пляжах, желая охладиться и получить бронзовый загар. Но не всегда такое времяпрепровождение может закончиться беззаботным отдыхом. Так как же защитить себя и уберечь от теплового и солнечного ударов, разбираемся вместе с экспертом Казанского университета. Любой человек любит тепло и не любит холод, однако все хорошо в меру. Чрезмерное воздействие высоких температур может стать причиной больших неприятностей. Типичным следствием такого воздействия является тепловой и солнечный удар. Подобные явления случаются весьма часто. Степень поражения зависит от особенности организма. Клинические признаки, что при тепловом ударе, что при солнечном. Бывает сонливость, головокружение, тошнота, плохое самочувствие, покраснение лица. То есть такое красное лицо становится. То есть признаки различные у каждого человека. Достаточно серьезное состояние, когда уже необходимо даже вызвать скорую помощь. Конечно, может быть и повышение температуры. Солнечный удар – это проблема, с которой можно столкнуться исключительно в летний период времени. В то время как тепловой удар можно получить и в закрытом помещении, где низкая влажность и высокая температура воздуха. Чтобы предупредить развитие теплового удара и солнечного удара, конечно, необходимо создать определенные условия труда, быта и отдыха. То есть достаточно оптимальной температуры должна быть, если мы говорим про помещение. Особенно, если много народу, какие-то лекции идут, потому что очень часто бывают душные помещения. И даже студенты, ребята могут падать в оморок. Основной причиной которых является душное помещение за счет перегрева. Выходя на улицу в знойный день, всегда помните о головном уборе. А также отдайте предпочтение одежде, светлых тонов и легкого, неплотного материала. Еще одним из важных моментов профилактики является предотвращение обезвоживания организма. Другими словами, пейте как можно больше жидкости. И не забывайте про крепкий сон. Елизавета Никитина, Никита Акиншин, Универньюз. С 15 по 17 августа 2022 года в Елабужском институте Казанского федерального университета состоится 12-й международный фестиваль школьных учителей. Все подробности смотрите далее. В Татмедиа прошла пресс-конференция, посвященная 12-му международному фестивалю школьных учителей, который состоится с 15 по 17 августа 2022 года в Елабужском институте Казанского федерального университета. Это уникальное место по обмену опытом эффективной организации школьного образования. Площадка фестиваля 2022 представляет собой своеобразный конструктор. Каждый участник сможет выбрать для себя индивидуальный трек обучения, посещая наиболее актуальные для него мероприятия. За 12 лет истории фестиваля участниками стали более 10 тысяч педагогов из самых разных регионов России, от Калининграда до Сахалина. И в этом году география присутствия учителей тоже очень обширная. Тематика фестиваля тоже всегда разная. И, конечно же, тема нашего 12-го фестиваля, она тоже выбрана не случайно. Одним из столпов отечественного современного образования является патриотическое воспитание. Организация этой деятельности в школе является обязательной частью федеральных стандартов. Ну и кроме этого, конечно же, очень важно приобщать современную молодежь к диалогу о патриотизме. В связи с геополитической обстановкой в стране тема фестиваля «Отечество.Про». Целью мероприятия является организация взаимодействия педагогических работников по обмену профессиональным опытом, разработка и распространение эффективных форм гражданско-патриотического воспитания. В рамках трех дней фестиваля деловой программы состоятся более 20 лекций, 32 мастер-класса по основной тематике и в соответствии с концепцией фестиваля. А концепцию фестиваля мы заявляем тоже очень серьезно. О патриотизме смело. Модераторами фестиваля станут представители более 15 ведущих вузов Российской Федерации, вузов Узбекистана, Киргизии, представители более чем 10 сообществ и организаций. Что такое фестиваль? Это ведь не форум, не конференция, это многообразие видов деятельности. В программе фестиваля запланировано проведение конкурса презентации лучших практик организации гражданско-патриотической деятельности. Также по инициативе Республиканского общественного движения «Татарстан. Новый век» в рамках мероприятия проводится конкурс проектов «Наш дом, земля», направленный на реализацию принципов хартии земли. Их суть заключается в охране целостности экосистем земли. В том числе для участников запланированы образовательный модуль КФУ школе, фестиваль сильных практик и семинар университетских школ. Необходимо отметить, что в этом году с организаторами мероприятий является Российское общество знаний, а также Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество», форум «Педагоги России», «Образ Союз» и, конечно же, Казанский федеральный университет. С первого фестиваля профсоюзы предоставляют главный приз для нашего форума – это путевка в санаторий. Один из республиканских санаторий. Фестиваль посетят учителя из разных регионов России. Состоятся мастер-классы от депутатов, общественных деятелей, блогеров, ученых, ведущих вузов и дружественных стран. Зарегистрироваться для участия в фестивале можно до 1 июля 2022 года на сайте «Фестиваль учителей РФ», а также подать заявку на электронный адрес. Мероприятие пройдет в гибридном формате. На данный момент уже зарегистрировано около тысячи заявлений. Из них приблизительно 300 – наочное участие в фестивале. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Подготовительный факультет Казанского федерального университета в текущем году впервые запустил полностью дистанционную образовательную программу на базе платформы «Студей РОС». Платформа разработана подготовительным факультетом, Институтом вычислительной математики и информационных технологий совместно с Институтом филологии и межкультурной коммуникации и является оригинальной разработкой КФУ. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok